Он был одним из тех, кто впервые начал пропагандировать диапозитивное дело, наглядность уроков. И им были созданы десятки таких учебных пособий, которые успешно оказались в Москве. В 1920 году по прямому указанию Луначарского Алексей Иванович, мой дед, был вызван в Москву для организации диапозитивного дела. Вместе с ним переехала в столицу и вся семья. А еще через год 19-летний Сергей, мой отец, сдал экстерном экзамены за среднюю школу и поступил в МВДУ имени Баумана на электротехнический факультет. Вот так был сделан первый шаг к призванию. И снова скупые данные из банка памяти машины. Первые вехи становления молодого инженера и ученого. В период Великой Отечественной Сергей Алексеевич Лебедев разработал эффективную систему стабилизации танкового орудия и самонаведения ракеты. Это был его вклад в победу над фашизмом. Сон о горах был его возвращением в юность, когда он впервые увидел неприступные склоны и заоблачные вершины. И всегда мечтал вернуться. Бывать в горах случалось редко, не хватало времени, а потом уж и сил. Но горы жили в нем, в память, в крови, во всем его беспокойном существе первопроходца. Видеть сквозь время дано немногим. Сергей Алексеевич был наделен этим даром. Он предвидел, что компьютер изменит лицо всей нашей планеты. Станет истинным чудом 20 века. Бурно ворвется во все буквально сферы человеческой деятельности. Сегодня нет ни одной области экономики, промышленности или транспорта, науки, медицины, бытовой техники, которая обходилась бы без помощи компьютера. Будь то, к примеру, проектирование автомобиля. Судоходство для управления океанскими лайнерами или грузовыми судами. Кабина современного самолета. Графические изображения на мониторе — это просчитанное за мгновение полная информация о полете, необходимая летчику. Микрокомпьютер успешно выполняет то, для чего раньше нужны были сотни тысяч транзисторов и переключательных элементов. Он в состоянии управлять целыми заводскими комплексами, медицинскими приборами диагностирования, станциями спутниковой связи. Трудно поверить, что восхождение компьютера началось всего лишь четыре десятилетия назад. Комментирует член-корреспондент Академии наук Украины Малиновский. Прошу. Трудно представить, каким бы был сейчас мир, если бы не было вычислительной техники, компьютеров. Путь их создания был далеко не легким. Золотыми буквами в историю развития вычислительной техники вписаны имена английских ученых Чайльза Бебиджа, его верной помощницы, дочери поэта Байрона Ады Лавлейс, немецкого ученого Конрада Цузе, американских ученых Айкина, Эккерта, Мочли, Джона фон Неймана. Об этих людях написаны многие книги, где рассказаны и их биографии, и то, что они сделаны. Такими были первые еще, несовершенные, непохожие на сегодняшние вычислительные машины. Первопроходцам компьютерной техники еще предстояло пройти непростой путь поисков, ошибок, неоправдавшихся надежд и творческих взлетов. Восхождение требовало мужества, опыта и таланта. И каждый выбирал свою дорогу. Выбрал свою и Сергей Лебедев. Только-только закончилась война. Центральные улицы сожженного и разрушенного Киева. Сюда Лебедев приехал работать директором Института электротехники. В конце 1948 года. Мною были разработаны основные принципы построения этих машин R. Быстродействующими электронными машинами я начал заниматься в конце 1948 года. Мною были разработаны основные принципы построения этих машин, учитывая их исключительное значение для нашего народного хозяйства. На территории бывшего Феофанского монастыря под Киевом создана была лаборатория Лебедева. Теперь эта тихая улица носит его имя. А в небольшом двухэтажном здании, где в рекордный срок была смонтирована и задействована первая в стране и в Европе электронная вычислительная машина МЭСМ, со временем откроется музей. Чудом сохранились в кинофотоархиве Украины эти несколько бесценных кадров. Ведь все работы велись под грифом секретности. Такой она была, малая электронная вычислительная машина Лебедева. Она заработала на год раньше, чем ЭВМ знаменитого американца Джона фон Неймана. Говорит бывший аспирант Лебедева, ныне доктор технических наук Зиновий Рабинович. Можно лишь поражаться мужеству научной смелости Сергея Алексеевича, который, будучи уже 45-летним ученым с мировой известностью, решил заняться совершенно новой областью техники, созданием электронных вычислительных машин. Он тогда уже предвидел, и этому тоже можно поражаться, то значение, которое окажут, то влияние, которое окажут вычислительные машины на развитие общества, на научно-технический прогресс. Машина создавалась в маленькой лаборатории, в Феофании. В этой лаборатории было всего два кандидата наук, Дашевский и Шкабара, и несколько молодых инженеров, выпускников института, пришедших в нее прямо со школьной скамьи. Атмосфера у нас была в лаборатории прямо замечательная. Ведь мы же жили в лаборатории целыми неделями. Она была далеко от Киева расположена. Я не могу не сказать, что огромное влияние на нашу атмосферу в этой лаборатории имел тот факт, что там жила семья, очень часто там жила семья Сергея Алексеевича Лебедева. Душой этой семьи, и даже в какой-то степени душой лаборатории, была Алиса Григорьевна, обаятельная женщина, очень остроумная, очень оригинальная женщина. Вот я вспоминаю такой эпизод. У нас перемежалась работа с отдыхом, но без этого, конечно, нельзя. И вот мы в воскресенье как-то ехали в автобусе, проезжали мимо озера. Алиса Григорьевна воскреснула, какие красивые лилии. Сергей Алексеевич остановил машину, несмотря на наши протесты, а было уже довольно холодно, разделся, поплыл за лилиями и вручил их своей жене. Ну, можно себе представить, какое это влияние оказало на всех нас сидящих в автобусе. Какими глазами на нас мужчин посмотрели наши женщины. Музыкант по образованию Алиса Григорьевна посвятила всю свою жизнь мужу и детям. Может быть, как никто другой, понимала она важность его работы, умела оградить Сергея Алексеевича от бытовых неурядиц и забот. Трудное было время, но в нем всегда находилось место для праздников, островных шуток и розыгрышей, до которых Лебедев был большой мастер. В семье, как он сам неоднократно признавался, черпал Лебедев силы для титанического своего труда. Всегда внимательный и заботливый к детям, через всю жизнь пронесет Лебедев нежное рыцарское отношение к жене и подруге Алисе Григорьевне. И не случайно эта надпись на его книге «Электронные вычислительные машины» соавтору Алисе Григорьевне Лебедевой. Киев в те годы становится меккой для многих выдающихся ученых страны. Они и стремились попасть в первый в Союзе вычислительный центр. Здесь, в Феофании, рассчитывались траектории будущих спутников Земли, решались задачи из области дальних электропередач, ядерной физики, атомной энергетики. Лебедев и его ближайшие помощники по созданию МЭСМ были выдвинуты Институтом электротехники Академии наук Украины на соискание Сталинской премии. Но, увы, в Москве высшие чиновники от науки не оценили ни глубины замысла его блестящего воплощения. Недавно в архиве Института нам показали вот эту старую папку дело номер 7. Начато 8 января, окончено 31 декабря 1951 года.